Пирог Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но мне кажется, что я ее купила как раз, ну да, где-то на блошином рынке на заводе Кристалл. Эта чашечка, там, кстати, очень много действительно кжели. Ну, очень много вас стало. Ну, вот посмотрите. С моими любимыми розочками. И эта кружечка, чашечка. Ну, вы, конечно, помните, что у нас должен быть конкурс. И эти подарки должны пойти. Я хотела сделать их к 8 марта. Но в связи с тем, что я болела, все отложилось. Поэтому я вам их пошлю как раз к Пасхе. И чтобы в Пасху мы с вами, помните, что у нас совместные чаи пить. И мы будем пить чай. Ну, а конкурс я вам расскажу в следующий раз более подробно. Ну, а вот сейчас просто поставила. Вы помните, что на прошлом блошином рынке я купила вот такую чайную пару. И она очень у меня хорошо сочетается еще с одним, видите, там на заднем плане, чайник синий кобальтовый с золотом. Уже на этот раз не с белым, а с золотом. Это тоже чайник я купила. Кжель. Посмотрите, какой красивый чайник. И, конечно, вы помните, что там были скидки очень большие. И я этот чайник купила со скидками. Ну, он достаточно большой такой. Красивый. Столько позолотые. Нарядные. Но я его купила очень дешево. В связи с этими скидками я его купила вообще всего за 100 рублей. Он, правда, был без крышки. Поэтому, может быть, он и стоил так дешево. Но ничего. Еще я купила вот такой бокал дулевая. С моими любимыми розами, агашками. Ну, вы помните, что эти агашки так назывались. Это все, конечно, ручная роспись. Посмотрите. До чего же хороши краски. Ну, это уже вот весна. Совсем весна. Даже лето. Воспоминания о лете. И вы помните, что эти агашки так назывались. Потому что вот эти цветы рисовали женщины на заводе. А их очень многих звали агашками. Агафьи. Но, кстати, они достигали такой виртуозности, что многие цветы они рисовали просто пальцами рук. Ну, вот попробовала я тоже нарисовать. Но что-то у меня не очень пока получилось. Поэтому то, что я делала, демонстрировать не буду. Но у меня есть место для того, чтобы поработать руками. Я купила замечательную тарелку. Сейчас я вам ее покажу. Такую купила подвесную тарелку индийскую. Вы помните, это тоже времен СССР. С перламутрами и вставками, которые создают вот такие геометрические узоры. И благодаря тому, что подбираются разные по оттенку перламутр. Ну, мало того, что форма. Это все ручная работа. Очень мелкая, сложная. И в зависимости от того, что это и по цвету они разные. Вот смотрите, более темные звезды на более светлом фоне. Ну, вот получается такой замечательный, красивый узор. И также он, посмотрите, по краю проложен. Ну, и здесь эта тарелка огромная, красивая. Здесь, видите, перламутр весь совершенно сохранился в отличном состоянии. Вот прям просто удивительно. Ну, никаких... В общем, все-все-все на месте. Никаких потерь нету вообще. А вот черное место, где... Это же деревянная тарелочка. Где покрыто это дерево лаком. Вот оно так вот... Ну, как ошелушилось. В общем, стала сдираться краска. Краска и лак. Но это, кстати, проще всего. Почему я купила эта тарелка. Вот уже забыла даже. Сказала вам, сколько она стоила. Она стоила всего 100 рублей. Ну, а вот эти потери, это очень легко восстановить. Покрыт черной краской и лаком. То есть, это вообще проблем нет никаких. Поэтому зато перламутр здесь, который, конечно, очень было бы трудно восстановить. Он здесь совершенно целиком и полностью. Вот такая вот красота. Просто какая-то сказочная красота. Такие узоры. Ну, тоже я в этот раз показала. Потому что, мне кажется, эти узоры даже чем-то напоминают какие-то зимние узоры. Какие-то льдинки. А как это все горит на солнце, сияет на свету. Ну, вы представляете. Это просто что-то вообще... Что-то потрясающе красивое. Ну, вот это моя... Это уже какая, значит, у нас картина. Первая покупка. Чашка вторая покупка. Чайница третья покупка. Чайник четвертая. Ну, вот это пятая моя покупка. В общем, красота, красота, красота. А я вас, мои дорогие, еще раз поздравляю с началом поста. Поздравляю с прощенным воскресеньем. Прошу вас прощения, в первую очередь, за то, что я не всегда сразу отвечаю. Ну, а сейчас мне тем более это тяжело делать. Потому что после ковида, ну, ковид слаживается тем, что большая слабость у меня, ну, сильная слабость, да. И я поэтому, вот, мне не всегда сразу даже это удается. Хотя я вообще не сразу всегда отвечаю. Ну, вот сейчас тем более. Поэтому уж простите меня за это. Простите еще меня за что-то, если я вас чем-то обидела. Я вас очень всех люблю. Желаю вам всего самого-самого замечательного. В первую очередь, конечно, желаю вам удачи, здоровья, тепла душевного. И, конечно, терпения. Терпения. Целую.